В сегодняшнем мастер-классе, в третьем мастер-классе из серии про эко-мех мы будем делать сверхобъемный белоснежный большой воротник. Для него мы будем использовать всем уже привычный вид флиса, ничего экзотического. Но мы будем правильным образом учиться этот флис делать белоснежным, потому что вы все сами знаете, какой к нам приходит необработанная шерсть, на ней и ланолин, и пыль, и грязь, могут быть какие-то вкрапления. То есть мы будем флис мягко очищать и отбеливать правильным образом, потом раскладывать и правильно уваливать. В принципе, все воротники, они обычно бывают нескольких таких вот самых популярных форм. Причем названия говорят сами за себя, я думаю, ничего вам уже дополнительно рисовать не надо. Это бывают воротники в форме банана, в форме телефонной трубки, я надеюсь, вы помните, как она выглядит, в форме подковы и в форме полумесяца. Вот сегодня мы будем делать воротник в форме полумесяца. Я покажу вам правильную схему раскладки, направления прядей, всех рядов. Вот прямо во всех деталях, нюансах вы увидите, как это правильно сделать, потому что очень важно эту схему раскладки соблюдать, чтобы в дальнейшем мех у вас не просто топорщился некрасиво в разные стороны, а красиво и элегантно лежал даже при том, что он такой сверхобъемный и пушистый. Это важный момент. Дальше я вам расскажу обязательно, как этот мех, когда мы его уже уваляли, как его правильно окончательно обработать, чтобы действительно каждая кудряшка заиграла, чтобы открыть ее полную природную красоту, все то, что нам природа так щедро подарила. Очень многие делают эко-мех и, тем не менее, останавливаются на полдороге. Важно не просто увалять, важно правильно и грамотно, с использованием совершенно четких технологических приемов, этот мех окончательно обработать. Вот все это есть в мастер-классе. Мало того, когда вы будете валять, я вас очень-очень прошу, четко следуйте всем моим инструкциям, чтобы не получилось так, что вы все сделали по-своему, а потом задаете мне вопросы, почему не получилось. Я, во-первых, не телепат, я совершенно обычный человек, я не могу все прочесть в вашей голове, и когда вы сделали что-то по другой схеме, я не могу предсказать, что получится. Я знаю свои испытанные техники, свои технологические приемы, и именно потом по ним я могу вас консультировать, если вдруг вам что-то не удается. То есть, пожалуйста, первый воротник сделайте четко-четко по мастер-классу. Потом, когда вы будете заниматься, когда вы будете развиваться, пожалуйста, на втором, третьем, пятом, десятом экспериментируйте. В этой же технике вы сможете делать не только белые воротники. То есть, ну вот блок по отбеливанию – это одно, блок по раскладке и блок по обработке – это второе. Вы можете также работать с цветными флисами, если захотите получать вот такой сверхобъем. Никто вам этого не запрещает, у вас все получится. Для меня очень важны ваши отзывы о моем мастер-классе, и, конечно, очень хочется увидеть фотографии ваших работ, поэтому я буду их с нетерпением ждать. Хотите в личных сообщениях, хотите, у нас прекрасная есть группа «Минутки о войлоке» в Фейсбуке. Она совершенно открытая, подсылайте туда фотографии своих работ. И вот бесконечно интересно это увидеть. А отзывы мне нужны, потому что по ним я ориентируюсь, как потом дальше записывать для вас видеоуроки. И ваши вопросы, они тоже для меня важны. Ну и, конечно, я не бросаю своих учеников на произвол судьбы. Если дальше в работе вам нужны какие-то консультации, задавайте вопросы, я буду на них отвечать. Что еще я хочу сказать? Эта работа, ну вот с белым флисом, она потребует от вас больше времени. Рассчитывайте, ну, минимум дня на три, потому что тот подготовительный этап, именно отстирывание, отбеливание вот этого флиса, он потребует у вас времени. И вы не сможете некоторые технологические процедуры ускорить. Вот четко, там надо выдержать час, там час или больше. Вот это время все вам надо выдержать. Само валяние воротника, вот раскладка воротника, это вы с легкостью справитесь за один день. Ну и, конечно, там будут небольшие физические усилия, тем не менее, с самим воротником вы справитесь за один день. То есть, если по этому мастер-классу вы решите работать с каким-то другим флисом, другого цвета. Это работа на один день. И я надеюсь, что она будет для вас больше интересной, чем утомительной. Итак, все необходимые инструменты, материалы, я надеюсь, у вас готовы. Морально вы тоже настроились на работу и на получение хорошего, красивого результата. Остается только дополнить, что белый воротник – это всегда хит сезона. Я об этом говорю в процессе, но тем не менее, это может быть и элемент свадебного гардероба, и элемент просто парадного гардероба, потому что такие вещи, они всегда выглядят очень нарядно. Но это может быть и дополнение кэжуал к каждодневному гардеробу, если вы в обычной своей жизни можете себе позволить такие белые вещи. Это то, что всегда востребовано. У вас всегда на такие объемные воротники будут покупатели и заказчики. И эта работа будет окупаться еще и в материальном плане, что для нас в реальном мире достаточно важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова